Итак, сектор номер девять, у которых половину сектора украл вот этот трактор, который чистит берег, но при этом немножко шумит и немножко мешает, но ничего страшного. В целом, как бы, в итоге, если они сейчас все повытаскивают, то у команды появится шикарный кусок сектора, где можно будет поставить ротпод, может быть, завтра, и все будет хорошо. Александр Жерняков, доброе вам утро, скажите, пожалуйста, напишите мне, пожалуйста, слышимость. Как слышно? Как слышно? Как слышно? Вот так вот выглядит сектор со стороны. Это сектор, в котором на кубке сидел Стас Ляшенко. Извините. Это был звонок от Помпи, не знаю, что он хочет, но я не люблю, когда мне звонят во время прямых эфиров. Придется с той стороны как-то облезть. Сейчас придется нырять. Извините, извините за бардак. Не извиняю. Прекабилизация будет лучше. Это рабочий лагерь. Я думаю, не спею. Александр Жерняков, вы можете мне написать, меня слышно или нет? Ну, подождем, когда кто-нибудь отреагирует, слышно нас или не слышно. Огромное спасибо нашему спонсору, который экипировал треймера с новым оборудованием, новым микрофоном. Потому что на кубке было много жалоб. Потому что он работал только микрофон на фунаганде. Когда был ветер, просто вообще не было слышно, что люди говорят. Просто вообще. Да, особенно когда они сидят на расстоянии несколько метров, то это... Да, когда был ветер, не было слышно. Ну, мечта другим. Ну что, уважаемая команда. Что? Расскажите, что за команда, как образовалась? Мы команда «Карпанутые». Название «Карпанутые». Мы с юмором подходим к этому. На всю голову «Карпанутые». Я в том году участвовал с командой «Карасиками». Мы взяли первое место. И я решил попробовать организовать что-то свое. Водицы. Взял... Нашел единомышленников «Карпанутых», как он. Назвали. Команду «Карпанутые». Работаем, тренировались. Я объяснил людям, как это здесь работается, что здесь делается. И вообще, какая-то рыбалка, спортивная рыбалка. И тоже спасибо Гене Москаленко. Гена Москаленко тебе вот такой вот. Вот такой вот перфект. Респект. Респект огромный. Он сейчас тоже в Украине. Он бы, если бы он был здесь, он бы тоже нам как-то помогал бы. Ну, то, что он сделал на данный момент, как помог нам, это просто правда. Шикарно. Тоже ему большое спасибо. Подсказывал, давал вещи. И поддерживает нас. Ну, это очень важно, когда есть кто-то, кто может поставить плечо. Да, да, да. Он нас не только словом поддержал, но и делом. Он нам дал очень-очень-очень много вещей, которыми мы пользуемся. Без которых наша жизнь была бы не такая сладкая. Не такая сладкая и ночи не такие теплые. Ну, как сектор вообще? Сектор, как говорилось, на тех соревнованиях трехдневных нелегкий. То есть есть обрывы. По логистике он нелегкий. Это единственная проблема. Вы заметите, что у нас очень часто блатит. Ну, да, это я уже показал с самого начала. Я показал ваших гостей, которые вам... Это говорят, карасики. Карасики нам... Выслали, выслали. Они видели, что у нас зацепы, позвонили, трактор прислали. Мужики, там ребят зацепы, надо помочь. Не, ну, мы с ними договорились, сейчас они здесь закончат, поедут к ним. Скинут им туда. Они им тоже помогут. Причем они сказали, ребята, у вас нет, у вас слишком плоское дно, надо вам каких-то пару этих... Вот пару этих бревнышек мы там вам кинем. Бальтамы бывают, нечего делать, бывает такое, что... Я говорю, что заметьте такую ситуацию, что чаще всего хлев хороший именно в сложных по логистике секторах. Есть такое. И особенно, когда Андрей приходит нас снимать. Это вообще часто. Да, кстати, но это не попало в эфир, но буквально как только ушли судьи, у ребят была поклевка, был взят явно зачетный карп, так что... Андрей, вы свидетель? Если что, он скинет пару килограмм, чтобы сколько килограмм... Килограмм... Если он пару килограмм, что он скинет, его не останется. Если его там закормили, что у него там килограмм жрачки в животе лежит, ну, тогда может быть, да, конечно. Ну, опять же, у нас сейчас, получается, второй день. Да, как бы, кто-то, второй день. У нас еще времени вагоны, маленькая тележка, для того, чтобы все поменялось, для того, чтобы таблицы... Все идет к лучшему пока, миссия. Да, я смотрю, что если они все уберут, то у вас к завтрашнему дню появляется еще один участок. Левая сторона у нас открылась неплохо. Нам слева стояли высокие деревья, они нам довольно сильно мешали. Довольно сильно мешали, потому что чуть-чуть левее уже нельзя было взять, потому что леска ложилась на... Сама леска при забросе ложилась на деревья, тоже, если чуть-чуть ветер ее сносит. Сейчас у нас... Кто здесь сидел, я в прошлый раз? Стас. Стас. Ну, что нам скинет сообщение, как там, глубина, все... Так он же скинул, я его спросил, он мне сказал, да, клевала от 70 до 140. Спасибо большое за... Подсказка нам очень помогла. Нам очень помогла. От 0 до 150. Да, да, от 70 до 140 нормально работала. Все нормально, все нормально. Мы понимаем и относимся к этому с юмором. Если бы он не участвовал, он бы, наверное, рассказал бы вам все. Нет, нет, ну мы что будем, я только понятное дело. У нас тоже румын есть и клюет, а на что? На мамалыгу. Все на мамалыгу. Да, блинчики, которые Вилли делает. Ой, я про эти блинчики слышал тоже. На трехдневке там он сидел, делал. Да? Ну, так я же у них снимал, как раз, когда он их зараза зажарил. И он мне таки всучил взятку при исполнении. Почему нет? Ну, я не смог отказаться, потому что я к этому моменту был голодный и уставший. Тем более, что мой борщ съели... Карасики. Нет. Нет? Меня почему-то зазывали, там, скорее давай обед, борщ. Я говорю, я заснимаю и вернусь. Вернулся, говорю, где борщ? Нету борща. В большой семье? Да. Что быстро кончается. Да, вот. Искал. Я знаю. А так работаем, трудимся. Что можете посоветовать тем, кто боится пока еще попробовать свои силы? Пусть боятся. Пусть начинают с трехдневки. Я наоборот считаю, что лучше сразу в глубокую воду. Да? Да. Я считаю, что сразу... Поговори через два дня. Поговори через два дня. Я считаю, вот эти рыбалки, да, трехдневка, у тебя в конце остается ощущение, что... Не досказывай. Не... 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 Мне надо было еще день. Мне надо было еще... Еще полтора, еще это. Я считаю, что... Кто-то говорит, что ветра у вас нет? Чего? Это не ветер. Это не ветер. Ну, когда я был с карасиками, я почувствовал, что такое пятидневная рыбалка. Когда ты мокрый, и у тебя у Ростукова ничего не осталось? Вообще ничего не осталось. Вообще, это была погода тоже такая... Уже нет смысла назвать нас обладать. И тортик работал со мной очень хорошо. Единственное, что тяжело в пятидневной, это логистика. Это единственное, что немножко тяжело, потому что надо много целью, много вещей, много это. Придумать, какие машины, где-то достать Негра, Рогала, потому что... Как все перевести, да. Да, это единственное. А так. Нормально. Как раз именно на хайф, в пять дней все-таки намного больше шансов есть у всех реализовать свои статусы. Представляешь, вот трехдневные соревнования, вот такой бальтам. Да, у тебя день выпал. У тебя день выпал. А бывает, все бывает. Опять же, сети. Это еще. Причем у них, смотрите... Сети, кстати, у вас и в два раза были. Да, я вижу. И ночью они тут кутились с утра. Вторник, у них выходной. Это по закону. У них вторник, выходной. Поэтому, как бы, по крайней мере, тут один день дается окно. Ну вот. Ну, как ты сказал... А на расстоянии, как они ставят сети, влияет на забросы с берега? Смотри. Прикрывают рыбы? Нет. Эти не прикрывают, потому что у них верховые сети. Это толстолобиков они ловят? Это бури. Бури? Да. Они ловят бури. Там вообще траллер стоит, не просто лодка. Нет, это Минахин Лев. Что это? Это Минахин Лев, Искебус Аймвел, наш давний друг, советник, помощник. Он, когда соревнования, он никогда не подходит близко. У него есть друг... Нет, у него сеть очень большая, это нейтрал. Но он выходит только по заказу. То есть, он не идет просто, как вот эти, каждый день выходят ловить. Видите, у него есть заказ, например, с автолоба, он знает, где есть автолоб. У него очень хороший автолоб, он чуть-чуть за 10 тысяч евро. Ну, я все представляю. Он мерный. И он, в отличие от вот этих вот рыбаков, он знает конкретно, куда идти, за какой рыбой. Так у меня это идея. Дай его номер телефона. Сейчас он нам промаркерит сектор. Смотри, он обычно перед соревнованиями нам всегда давал как бы прогнозы по рыбалке. То есть, он говорил, что я, например, там вижу огромное количество мелкой рыбы. У вас будут проблемы с мелкой рыбой. Он же не знает, что у нас зачет, там, с какого-то веса. Ну, не просто. Рыбы много, да? Ну, очень много мелочи. Потому что два года было хорошей возможностью карпа не реститься. Что он и сделал. То, что мы видим сейчас, это вот рожденные... Подъем уровня Кенерета очень сильно обогатил Кенерет рыбой. Очень сильно. Еще тоже... То, что карп в Кенерете, как бы, в Израиле считается не совсем, как бы, типа сорная рыба. Многие израильтяне даже карпа ловят, что едят. Если это не полоним, так много отпускают. Ну, как говорится, хорошо, ладно. Я, естественно, я не знаю, как у меня будет возможность уступать к вам именно с эфирами, потому что надо, чтобы эти 23 команды обработать. Не, они так далеко. Далеко они находятся? Да, где-то они далеко. Для меня намного дальше, да, в Циндаре. Но в Циндаре у меня был следующим флязом, потому что мне так удобнее так же отсюда ехать. Чтобы не пересекать двойное, слышно. Сегодня у тебя рабочий день, да? Начинаешь с утра или... И до борща. Смотри, чтобы летать не опоздал. Не, ну сейчас там уже немцы забудутся. Смотри, опять же, в этом году... Нет, мастер-шеф нет. Мы вчера вручили ему медаль. А, да. Лучшему шеф-повару. А он мастер-шеф. Нет, смотри, он мне сейчас с тобой бутыл бы рыбал. Вот это. Заботится. В прошлом году ты пришел такой. Страшно было. Хорошо готовить, вкусно. Короче, народ, работаем. Будем работать. Я жду сводок судей. Вы судям сказали, что у вас рыба? Нет. Не сказали? Создаем. Ну что, может быть, если будут ехать обратно? Вот, да. Да, да. Надо сказать. Спасибо. Скажи им спасибо. Хорошо. Ладно, пока мы завершаем этот сумму. Их жефер у нас будет... Кто у нас следующий стоит? Видите? Помпи и Помпи. А, нет. Следующий стоит молдаваник. Румын. А, Румын. Помпи, Помпи. А, Помпи. Сейчас. Сейчас пойдем в Мундиострим на Еврике. Сейчас будешь кушать блинчики. Это я не сделал. Ладно, ребята, хорошо. Ни хвоста, ни часу и вам. Всем зрителям. Спасибо, кто смотрел. Всем приветы. Передаем приветы. Приветы. Мама, я тебя люблю. Это тоже важно. Даже в записи. Как всегда, как я говорю, что потом этот стрим будет обработан и загружен на YouTube для тех, у кого нет Facebook. Так что все смогут потом насладиться вами. Показать вами. Новая команда. Новая команда, да. Очень приятно. Мы самые молодые. Вы самые новые. Самые новые, да. Мы на этих соревнованиях самые новые. Но мы не все первый раз. Грузы. Они уже участвовали. А, ну да, они уже участвовали. Мы с тобой участвуем первый раз. Костя, второй раз. Ну, таких много есть команд, где есть один участник и два, ну, один из тех, кто более старички. Подтягивать постоянно новый, да? Да, я вам скажу, что за два дня до соревнования мне звонило две израильских команды, которые только сейчас увидели, что у нас соревнования и хотели в срочном порядке записаться. Но я сказал, что, ребята, извините, но это пока не работает. Опоздали. Они сказали, а как мы можем знать? Мы хотим участвовать. Я говорю, поставьте себе страницу из Рафиши под контролем. А как я еще могу? Ну, обычно таким людям посоветовал я бы лично кто. Я рыбачу на Кенерати очень часто. Я примерно раз в неделю с ночевкой на Кенерати. Не спортивная такая обычная рыбалка. Если хотите попасть на такие соревнования, найдите кого-то, кто уже был, кто уже знает. И он расскажет, потому что самому в этом всем разобраться очень-очень-очень тяжело. Надо найти кого-то, кто был, знает. Я скажу, что есть команды, которые делают намного правильнее. Те, которые не читают по-русски, да, в основном про этих вопросов. Они себе ставят напоминалку на конец августа месяца, позвонить авиадуру. А там у тебя сайт не переведенный на иврит? Нет, у меня есть раздел на иврите, и в этом разделе есть объявление о соревнованиях. Но для них, которые ни разу на этот сайт не захотели, понять, что там есть что-то на иврите, они тоже не могут. Они заходят на сайт, а он, как бы, ну, на русском. Скорее всего, если они зайдут, у них будет он на английском. Потому что по умолчанию сайт, как бы, будет искать язык на компьютере, по-своему, если он будет русский стоять. Поэтому, скорее всего, даст его на английском языке. Ну, какая разница? Ну, надо же опуститься внизу, найти этот раздел, в этом проблема. Тех, кто мне звонит, я их туда направляю. Я говорю, зайдите на истративком, не обращайте внимания на русский язык, просто смотрите, вы увидите иврит, вот туда заходите и подписывайтесь на тему. Все. Ну, между нами, сколько уже можно команд разместить на Кенерите? 30 максимум? Смотри, опять же, можно подумать про варианты, например, 2 турнира такого плана. А, ну, тогда это что-то другое, потому что... То есть разбить на части. Я скажу, что была же идея, которую Тёма Колесников высказывал в прошлом году, что он сюда хотел привезти очень много. Казахов, татаров, грузинов. Ну, соответственно, это будет очень большая проблема для нас. Сделать вот такой турнир, наши все, вот сейчас, да, 23 команды. Плюс, ты вовс, удачу там команд 10 зарубежных. И куда их всех разместить? В этом проблема. Поэтому у меня была мысль сделать такой вариант, что сделать как бы турнир вот такой международный, но из наших команд в него попадут те, кто, скажем, призёры за последние три года, например. А потом для всех остальных ещё... А это отдельно, как бы, в Латвии. Ну, посмотрим, надо думать, потому что тут же зависит не только от вас. Ну, само собой. Тут не только от нас, не только от вас. Куах ильон, вон. Сколько бы команд из-за короны не приехало, и в том году, и в этом году. Это ещё и... тоже решает за нас, за всех. Это ты про Кнессет? Да. Куах ильон. Кнессет над ним. Ну, в общем, посмотрим, как оно будет. Тут ещё от нас, в плане того, что это же, всё-таки, согласитесь, нам тоже надо отпуск обратить. Не всем это... Одна из самых больших проблем судья. На пять дней. Даже не на пять, получается, почти на восемь дней. С пятницы, в пятницу. Им вообще отдельный респект людям, которые приезжают сюда на пять дней, чтобы судить. Ну, вот Мишка, Силата. Да, это я... Силата приезжает? Да. Это надо... В этот раз он брал в аренду машину. В этот раз решил, что мы монахи, слишком дорого получается. Он поехал на автобусе, он ехал, по-моему, до Натани. И там он пересел на воленную машину с ним вместе. Она его привезла. Вот так, человек едет в Силата, в чём человек, у которого коленей нет. Он в турбон передвигается, он инвалид. Вот это ему надо... Вот это самоотдача, да? Вот это самоотдача. Это ему нужно приезжать в карпанутый. Вот это человек карпанутый БВ. Это карпанутый. У нас это имя появилось тоже, откуда я кому всем... Ну, кто не рыбак, другу разговаривает. Куда ты едешь? На пять дней рыбачить, в палатке, спать на кинерате, кушать сухпайки, и это смотрит на меня. Ты что? Я говорю, ну, мы чуть-чуть упростили. Получилось карпанутый. Перевели в более такой... Да, в более... Ладно, ребята, всё, давайте закончим. Всем удачи. Всем, да. Нам больше, но всем удачи. Всем одинаково, нам чуть больше. Ну, пока. Всё, спасибо. Спасибо.